всем привет с вами ира и канал готовим с любовью сегодня будем готовить очень простые дрожжевые пирожки с мясом смотрите видео рецепт очень простой и быстрый для теста нам понадобится 200 миллилитров теплой воды 50 миллилитров растительного масла соль 1 чайная ложка сухих дрожжей 2 желтка и мука теплую водичку добавляем 1 чайную ложку сухих дрожжей забыла вам сказать обязательно в опару добавляем одну столовую ложку сахара так дрожжи лучше проверить и еще к опаре добавляем 4 столовые ложки муки рецепт этого дрожжевого теста очень прост и поэтому как бы и вкусно получается и дешево и просто перемешиваем миску с опарой накрываем полотенцем и оставляем в тепле на 20 минут пока опара поднимается мы будем делать начинку для начинки нам понадобится свинина 400 грамм и лук количество лука берите по желанию значит отрезаем тоненькие слайсы свинины дальше нарезаем свинину тоненькими полосочками а потом каждую полоску разрезаем на кубики то есть нам нужно сделать нарезку постараться очень мелкой можно сделать фарш но вкус будет совсем другой лучше когда это маленькие кубики теперь кусочки мяса еще нужно вот так порубить лук стараемся порезать помельче теперь самое главное добавляем соль в начинку перец и по желанию любую приправу которую вы употребляете я добавляю хмели-сунели мне она очень нравится поэтому немножко добавлю ее и хорошо перемешиваем мы заранее сделали начинку так как она пустит сок хорошо постоит тем вкуснее будут у нас пирожки хорошо вот так руками все придавливаем и отставляем в сторонку теперь продолжаем делать наше тесто добавляем 2 желтка обязательно не забываем посолить тесто перемешиваем добавляем растительное масло теперь понемногу добавляем муку замешиваем тесто начинку отставляем в сторону чтобы она нам не мешала выкладываем тесто на стол и теперь будем вымешивать его на стол и посыпаем сверху мукой хорошо теперь вымесим его тесто вымесили оставляем его на столе слегка притрусив мукой накрываем тесто полотенцем и оставляем его на полчаса чтобы она отдохнула перед тем как приступить делать пирожки мы добавляем нашу начинку 100 миллилитров воды хорошо перемешиваем так начинка у нас будет сочной и поверьте очень вкусно хорошо перемешиваем сейчас вся водичка впитается теперь берем наше тесто вот оно у нас мягкое верно еще раз подмешаем так как оно слишком мягкое добавим муки тесто нужно чувствовать руками тогда вы будете знать до какой степени его нужно вымешивать вот уже тесто у меня эластичное теперь я буду раскатывать его полоску и нарезать на кусочки сейчас теперь тесто разрезаем на кусочки раскатываем тесто в лепешку раскатываем теперь берем начинку которую мы делали с мясом и выкладываем по столовой ложке можно немножко больше добавить вот за то время когда у нас тесто подходило начинка у нас стала сочной и очень ароматной теперь защипываем края теперь следующее что мы делаем берем и как вот мы вареники делаем закручиваем еще края чтобы жидкость не выбегала и швом вниз выкладываем на противень также и этот пирожок сначала хорошо защипываем края вот и закручиваем швом вниз выкладываем на противень у меня на эту порцию тесто ушло два с половиной стакана муки я когда делаю чебуреки тоже в фарш всегда добавляю водичку тогда они такие сочные получаются возможно для кого то эта информация будет полезна пирожки смазываем желтком я к желтку добавила одну столовую ложку молока и смазываем пирожочки вот такие пирожки я испеку к ужину с мясом будут очень сытные и сочные а главное простой рецепт и хороший результат сверху пирожки посыпаем кунжутом пирожки отправляем в неразогретую духовку на 170 градусов пирожки выпекались 40 минут вот такие румяные и очень вкусные пирожки с мясом у меня получились пирожки в разрезе очень вкусные подписывайтесь на мой канал ставьте лайки а с вами была Ира и канал готовим с любовью до новых встреч пока пока до новых встреч пока